Книга «Открытым оком», том 1, тема молитвы, вопрос 1950. Мы молимся в просторном доме или на веранде, или под открытым небом, когда нет батюшки, ибо он служит на два храма, находящиеся на расстоянии 150 километров. Но диакон стал противиться, упрекая нас, что это самочинье, что нужно молиться только под крышей храма. Там особое присутствие Божие. А как дело обстояло в древности? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Раньше молились по разным домам, где удобнее и скрытнее было. Даже в недавние времена в России коммунистического людоедства, о каких храмах могла идти речь, храмы разрушены, священства по лагерям или в землю ушло расстреляны. Молились кто где мог и как мог. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище Нековен Тиранно. Деяние 2.46. И каждый день и ненадушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благоествовать об Иисусе Христе. Деяние 20.20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Амвросий Медиаланский. День памяти 7 декабря. Во время пребывания Амвросия в Риме одна уважаемая женщина, жившая за рекой Цибром, попросила его совершить божественную литургию в ее доме. Во времена святого Амвросия Медиаланского допускалось еще по обычаю времен апостольских совершение литургии в частных домах. Святые апостолы, как видно из Деяния 27-8, собирались для совершения евхаристии в горнице. Праздник, торжество и юбилей, как бы ни рассматривали дату, ранам затянувшимся еще сто лет болеть, в рамки траурной рассматривать утраты. Даты, лихолетия и победы, арки триумфальные по паркам, годы творчества художникам, поэтам, на значках, на бюстах и на марках. Где благословение от Бога, от смертельной чаши и потери, сон мы, обожженных и убогих, обличением стучатся в наши двери, устоявшиеся. Бросьте нам внимание, от щедрот несчастным уделите. Нас поискалечили в желудке и в кармане, ничего нет, просто накормите. Смысл праздника любого только в том, чтоб прославить милость иеговы. Как он сохранил, благословил наш дом, все порушенное заменяя новым. Нам есть что вспомнить. Застеклили окна, глаза на позапрошлое взирают, разумея, от слез два подоконника размокли. Для памяти, реликвии семейной, рутину, серость пропотелых дней. Омолоди, укрась известной датой, покой ослу для взрослых и детей от начинаний сбывшихся когда-то. Мы этим праздником желаем закрепить достигнутое сбывшееся счастье. Всем извергам, иудам вопреки, соединить разрозненные части. Над этой датой нимб и ореол из радуги сияния воскресенья. Тебе открыли, кто искал, нашел гимн торжества с надеждою весенней. 31 июля 2003 года. Игнатий Лапкин.